Ассаламу алейкум, это Спорт Тайм, и, как всегда, главные события недели в наших материалах. Ассаламу алейкум. Всего Розенбек провел 5 поединков и во всех одержал победы. Еще один спортсмен сообщества Ахмат здорово проявил себя на международной арене. Кикбоксер Сулейман Касумов провел рейтинговый поединок в рамках профессионального международного турнира «Синше-4» в Болгарии. Он уже дома и его со всеми почестями встречали в аэропорту друзья и одноклубники. Отметим, что чеченскому атлету противостоял местный спортсмен Цветозавр Кючуков. Бой продлился 4 раунда с учетом дополнительного времени. За счет нокдауна в последние трех минутки Касумову в итоге удалось завоевать победу. Также добавим, что это уже второй поединок для Сулеймана в этом промоушене. В первом он наступил. Теперь же команда чеченского бойца ведет переговоры с лигой о дальнейшем сотрудничестве. И вполне возможно уже в следующем году мы снова увидим его на ринге в Болгарии. В общем преимущество, явно преимущество. Нокдауна, но первый раунд я хочу колен пропустить, как бы марац, улази нет. Халдарсон первый раунд я. В втором, третьем раунде явно выиграть. И не знаю, что я местный боец Халарбан. Потому что я в дополнительном раунде лежу, в дополнительном раунде. А иногда я считаю, что я когда бой делаю. Пожалуй, самый успешный чеченский спортсмен прямо сегодня Артур Бетербиев находится дома и наслаждается отдыхом. При этом чемпион мира IBF и WBC охотно общается с прессой. По традиции в числе первых СМИ, которым он дает интервью, это телеканал «Грозный». Вот и на этот раз мы достаточно обстоятельно пообщались с нашим чемпионом. Артур, во-первых, спасибо, что согласился на интервью. Это уже традиция, что после каждой своей победы ты становишься гостем наших программ. Но в этот раз мы записываем это интервью здесь, в центре нашего прекрасного города. Еще раз поздравляем тебя. Спасибо. И теперь непосредственно к бою. Мы знаем, что перед твоим поединком с Александром Гвоздиком большинство специалистов говорили, что если бой дойдет до поздних раундов, то шанс украинца выше. Но ты всех удивил. У тебя изначально такой план был. Как вы к этому поединку готовились? У нас спасибо, что пригласили. Мне только приятно быть на этой передаче. Что касается насчет боя, у нас с тренерами моей команды были разные стратегии. Мы старались готовиться к разным событиям, сценариям, которые могут происходить там. Это был один из этих сценариев, которые мы готовились. То есть с первого раунда прессинговать, держать напряжение, бить по корпусу, чтобы он перестал двигаться. Он вначале начал хорошо двигаться, то есть на ногах хорошо было. А уже когда пропускал в корпус удары, уже ноги останавливаются. И уже дальше полегче было работать. Ближе к середине поединка он пару раз себя тоже неплохо зацепил. Насколько это ты почувствовал? Удар есть удар, в любом случае я его почувствую. Там вот когда я пересматривал бой, я очень, ну, как сказать, ошибки есть, конечно, много ошибок. Но есть некоторые удары, которые я мог не пропустить. Было много чего, которые я мог бы и не делать. Но так получилось, значит, я не знаю, как получилось. И ты, Гвозик, вы два бескомпромиссных как аутера. У вас по 14 побед в преддверии этого поединка, да, было? Именно досрочных. Как тебе удалось вот его, эту сильную сторону нейтрализовать? Ну, мы для этого и работали. Мы нужно было, он тоже хорошо бьющий, он, по-моему, у него тоже там 14 нокаутов из 17 боев, по-моему. И, ну, мы, как сказать, работали в разные моменты, меняли во время подготовки. У меня были очень хорошие спарринг-партнеры, мне так повезло с ними, потому что очень были похожие именно на Гоздика, которые, ребята, мне практически казалось, как будто я с Гоздиком боксирую, потому что очень близкие, похожие спарринг-партнеры были и работали. То есть я был готов на все 12 раундов, хотя бой закончился в 10 раунде. Я уже в 7 раунде заметил, что он устал, и я уже, я даже не добавлял, я просто продолжал в этом же темпе. И в 10 раунде мне мой тренер говорит, в 9 раунде, когда заканчивается раунд, мой тренер мне говорит, сейчас все, он закончился. Надо сейчас делать все, мол, добавить. То есть я в этом раунде попробовал чуть-чуть добавить, и бой закончился. Сказывалось ощущение, что ты готов еще столько же провести в ринге. То есть твой функционал, он, если честно, меня лично и многих на самом деле удивил. Ну, наверное, потому что мы не видели с вторым исполнением, не привыкли видеть таких продолжительных поединков. Скажи, сколько во время тренировочного лагеря в спаррингах, раундах нужно проводить, чтобы уже в бою вот так вот выгляделось? Ну, наверное, это для каждого по-разному, наверное, но у меня, например, спарринги проходили, например, я делал, самые большие мои спарринги, это 12 раундов с четырьмя соперниками. Они по три раунда меняются. Каждые три раунда они заходят свежие, 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 а я продолжаю все 12 раундов без остановки, да? То есть вот это я делал. То есть я это и делал, и делаю то же самое. Еще вопрос такой. После поединка стало известно, что на момент завершения боя судейские записки были в пользу гостя. Когда узнал об этом? Тебя это удивило? Ну, конечно, меня это удивило. Это, я не знаю, как так получилось. Надо это, в первую очередь, уточнить достоверность этого, было ли так или не было. Потому что многое бывает у нас там, говорят, что так было, так или не было. Поэтому я это в любом случае буду узнавать у моих промоутеров, было ли это так или не было. Потому что это очень важный момент. Потому что не могло быть максимум, если он мог. Я считаю, моя команда считает, что если бы ему можно было отдать только там два раунда максимум из этих десяти раундов. Ну, не знаю. Получилось. Мы будем разбираться с этим тоже. Ну, еще один бой по этому, ну, еще один вопрос по этому поединку. В той момент понял, что уже все, ты не отпустишься, что победа будет за тобой. Я, честно сказать, после девятого раунда, когда девятый раунд закончился, я так, как сказать... Уже понимал, да? Уже понимал, уже как-то у меня было, как будто мне его тренер сейчас остановит бой, мне казалось. Так, моментально такая мысль проскочила. Ну, вижу, что ничего не происходит, продолжается бой. И я уже... Тренер мне тоже указание дал. Десятый раунд у нас должен быть последним. То есть, я уже как... На самом деле, это хорошо, когда тебе тренер говорит в десятом раунде. Ты все десять, все девять раундов в одном темпе работаешь, работаешь. И раз тебе тренер, как сказать, будит тебя, да, просыпайся, надо сейчас. Хорошо. Включаться. Добавить надо, включаться надо. И я включился чуть-чуть. После поединка было видно, как вы тепло поблагодарили друг другу, шел, сказали. И просто во время трансляции не совсем было разборчиво. Ну, было понятно, что говорите на русском. Да, я сказал ему спасибо за бой. На самом деле, если бы он не согласился бы на бой, такого боя бы не состоялось потом, потому что нужно было его согласие в любом случае. Он согласился, он поступил как настоящий мужчина. Я его поблагодарил, я сказал спасибо, ты мне дал хороший бой. Он мне говорит, о, ты очень сильный, говорит, тебе надо с такой силой в борьбу идти, говорит он там. Ну, тоже поблагодарил меня он. Как только ты прилетел на родину, мы у тебя спросили, находишься ли ты до сих пор в эйфории. Сейчас после боя почти две недели прошло. На тот момент, да, ты еще как бы не до конца пришел в себя. Сейчас уже успокоились эмоции? Ну, когда я вернулся, как сказать, эйфория, я думаю, она продолжается. Но, когда я вернулся домой, она опять, как сказать, возобновилась. Когда меня встретили прямо с трапа, встречал такой, как сказать, я даже не знаю, крутой, крутой кортедж. Меня встречал все-таки на таких крутых машинах. Меня встречали, когда сам Рамзан Ахматович меня, мы, мы, он принимал у себя, когда в резиденции. Это, то есть, это обратно он у меня как-то, эйфория обратно началась. Так что, это очень приятно, когда, там, там, Зан Ахматович, там, когда республика вся, когда все, кто смотрел, тебе говорят, о, спасибо, что мы, мол, смотрели, очень болели, там. Я говорю, я, 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 я не имел права подвести всех, кто за меня болел. Ну, теперь можно поговорить, я думаю, о ближайших планах. Все-таки уже в прессе разные вопросы, там, о желании с тобой даже боксировать некоторые, тоже боксеры, их промоутеры высказываются. У тебя какие планы? Ты говорил, что нужно, есть обязательная защита, и только после нее, получается, ты сможешь уже драться дальше за объединение следующих поясов, или как? Я вот этом деталях точно не знаю, но у меня обязательный претендент есть на пояс, айбиф, и китайец он. И мне нужно защиту сделать с ним, а если будет какой-то реальный бой, объединительный, я думаю, объединительный бой будет приоритет, потому что объединительный, он считается более важнее. Артур, мы знаем, в последнее время многие бойцы уже какие-то свои условия организаторам диктуют, насколько уже ты можешь свои пожелания высказывать, и насколько весомо, так скажем, твое слово именно в организации того или другого поединка? Честно сказать, я вот еще, конкретно условия мне еще не поставили, не сказали, какие условия, что, ну, мне озвучили, сказали, что в Китае может быть бой, но я сказал, мы в Китай не поедем, это другой часовой пояс, там много чего. И у тебя там самое приятное воспоминание. Да, не, не в этом дело, просто, ну, не хотелось бы, в Китае там чемпион ты есть и чемпион мира, почему я должен ехать там претенденту, да, тем более дух пояса, если ты чемпион, зачем ехать претенденту. И моя команда решила, что мы в Китае не хотим ехать в Китай, то есть в любом другом месте мы готовы боксировать. Ты уже вроде отвечал на этот вопрос, но тем не менее, бой Альвареса и Ковалева, твои ожидания, не прогнозы, а ожидания, и к кому отдаешься вообще? Я, честно сказать, так не могу, я не могу сказать, что там кто-то выиграет, кто-то проиграет, я там не сопоставлял, не сравнивал их, я там очень мало смотрю бокс, там, да, вот. Если вы хотите спросить меня, кто-то хочет, чтобы выиграл, я хочу, чтобы выиграл Альварес. А почему Альварес? Просто мне хочется, чтобы он хороший парень, и все. В случае победы того или иного, получается, либо там Ковалев-Альварес, с другой стороны есть Био, а с кем из них ты в первую очередь хотел бы пораньше подраться? Я бы хотел с Ковалевым подраться, потому что у нас есть какая-то предыстория, там, что-то, что-то там, который он придумал сам. Ну, кстати, вот в третьей этой предыстории, наверное, в России было бы актуально этот поединок провести, можно было бы его хорошо продать, если бы по бизнесу. Да, мне было бы только приятно побоксировать в России. А вообще, как рассматриваешь, насколько реально провести бой не то, что вот в Москве, да, или в Санкт-Петербурге, а здесь в Грозном? Например, здесь можно на площади соорудить такое одноразовое. Ну, это было бы вообще супер. Я только приветствую такие моменты. Я ни разу не боксировал в России, тем более в Грозном профессиональном бою у меня не было. То есть я и оба варианта приветствую. Сейчас у тебя отдых. Как долго он продлится и когда приблизительно тебя ожидать? Успеешь, планируешь до Рамадана побоксировать еще? Конечно, я должен до Рамадана боксировать. Я в начале следующего года, я думаю, будет бой там где-то январь, февраль, может быть так. Февраль, март, может быть так. И уже в ближайшее время ты отправляешься, да, на тренировку? Да, я уже должен приступать к тренировке. Я не люблю большие пропуски. Хочу быть в форме всегда. Один из первых этапов ты провел в прошлый раз в Кабардино-Балкаре, здесь на Кавказе. Сейчас как планируешь? Я думаю, так же я хочу первый этап сделать в России. Потом поеду на последний этап уже в Канаду, вернусь. Потому что первый этап я могу делать там с одним тренером. Ну, много чего там не надо. А второй этап там уже мне полностью командовым делом со мной бывает там. Ну, и еще пару вопросов буквально. Первый. Как много уходит на подготовку профессионального боксера, который наступает на таком высоком уровне подготовки к чемпионскому бою? Ты сказал, у тебя большое количество спарринг-боктеров, тебе более нужно актеристически подбирать. Диетологи наверняка, еще и еще там специалисты. У меня, я думаю, вот сейчас конкретно бой я не могу сказать, вот этот, потому что я еще не видел сумму. Я думаю, где-то тысяч 30-40, я думаю, минимум уходит на подготовку. Американских долларов. Ну и последнее, ты сказал, что бокс очень мало смотришь. Почему? Ну, я вот так говорю. Я занимаюсь, например, я там в Монреале живу, я, например, из 7 дней в неделю 6 дней в боксе, да. И этот 7 день я не хочу. Обычно в воскресенье же бывают бои, выходные же бывают. И этот 7 день я не хочу видеть бокс, да. То есть я хочу что-нибудь чем-нибудь другим заняться, поэтому я так, не получается смотреть у меня бокс. Ну, когда я готовлюсь к конкретному бою, я обязательно смотрю их бои, мы все как положено делаем. А так, вот так, специально, чтобы съесть, там, пойти, там, куда-то смотреть бои, я нет. Ну что, Дарту, большое тебе спасибо. Мы еще раз тебя поздравляем. И по традиции, я думаю, через несколько месяцев мы еще раз встретимся. Я надеюсь. Еще один пояс будем, как говорится, обмывать. Да. А ты обязательно. Дересно, дересно. Футбольная команда ЧГУ вернулась из Казани, где она приняла участие в очередном этапе студенческого чемпионата России. Коллектив из Грозного очень здорово себя проявил. Пройдя в столице Татарстана три матча, чеченская команда завоевала 6 очков. Среди соперников очень серьезные вузы, в том числе и действующий чемпион Европы. Подробнее о результатах игр в Казани и подготовке к новым стартам в нашем репортаже. На второй межрегиональный турнир премьер-группы в Казань помимо ЧГУ приехали команды Кубанского государственного университета, Российского экономического университета имени Плеханова. Также здесь выступили футболисты Павловской госакадемии физической культуры и спорта город Казань. В первой встрече нашим футболистам противостоял действующий чемпион Европы КубГУ. Несмотря на статус грозного соперника, чеченская команда не дрогнула и одержала уверенную победу со счетом 2-0. Сейчас у нас будет проходить второй мини-турнир, это у нас дома будет. Приезжают нам команды из Саратова, Владивосток и Калининград. Мы будем сейчас, это две недели, к нему готовиться, к этому мини-турниру. Вы же параллельно еще в местном чемпионате играете, да? Да, местный чемпионат. В прошлом году мы закончили на втором месте, в этом году мы уже на четвертом закончили, сейчас у нас перерыв. Будем где-то после января, после Нового года готовиться к следующему, уже в 2020. Второй матч для ЧГУ получился не столь удачным. Грозненские футболисты в упорной борьбе уступили университету имени Плеханова. Долгое время счет сохранялся ничейным и лишь в самой концовке москвичам удалось вырвать победу 2-1. У нас первая игра была с чемпионом Европы, двухкратным или трехкратным, сейчас точно не могу вспомнить, но с очень хорошей командой начинали прям сразу первую игру. Все знали, что очень тяжелая игра будет, готовились, хотя времени было особо немного, потому что все играли в своих командах на чемпионате. И в первую игру, на мой взгляд, сыграли очень хорошо. 2-0 выиграли у чемпиона Европы. И по игре счет закономерен, полностью переиграли и начали очень здорово. В последней встрече грозницы сыграли с хозяевами турнира по Волжской госакадемии. Этот матч также получился напряженным. ЧГУ и вовсе заканчивал его в меньшинстве. Однако, несмотря на это, чеченским футболистам удалось в итоге добиться победы с минимальным счетом. В первую очередь, все уже хотят наконец-то выиграть этот чемпионат, потому что не первый год уже играем. Ставятся очень высокие задачи. Делается все, что у нас были, условия такие же, кто борется за высокие места. Это все, что нужно, у нас есть. И да, мы постараемся выиграть вот в этом году. В итоге, после трех туров, три команды набрали по шесть очков. Единственное, кому не удалось добыть ни одного балла, это хозяева. ЧГУ же лидирует за счет лучшей разницы голов в личных встречах. Сейчас наша команда готовится к следующему этапу НСФЛ, который пройдет уже в этом месяце в столице Чеченской Республики. На неделе в Чечне завершились первые межрегиональные северокавказские учебно-тренировочные сборы «Шиновец СКФО-2019», в которых приняли участие представители Южной Федерации карате «Шинкиокушинкай». Спортсмены в течение нескольких дней в стенах лагеря «Золотой ключ» усердно работали над оттачиванием своих навыков. Так как в последние годы Федерация «Шинкиокушинкай» Чеченской Республики находилась в состоянии простоя, на этом сборе акцент делался на изучение и закрепление базовой техники, а также повышение квалификации судей. В последний день состоялись квалификационные экзамены, Q-тест и DANT-тест. Также отметим, что руководил всем процессом технический директор Федерации «Шинкиокушинкай» КРТ России Вячеслав Митриковский. Этот сбор проводится впервые на территории Северокавказского регионального округа. Этот сбор является самым Северокавказским федеральным учебно-тренировочным сбором. Здесь собраны все регионы нашей Северокавказской, ну все регионы Северокавказской республик. Вот, приуроночные сборы, в первую очередь, для дружбы, как бы, несет цель ознакомления, дружбы. Шесть медалей с открытого первенства Челябинска привезли воспитанники чеченской школы гимнастики Акбарс. На этот турнир наша команда поехала в составе семи юных атлетов. Всего же в соревнованиях приняло участие порядка двухсот спортсменов со всей страны. И в каждой дисциплине конкуренция была высокей. Поэтому подобный результат чеченской сборной является вдвойне ценным. Юные гимнасты из самых разных уголков страны, будущие чемпионы, выходят под гимн Российской Федерации. Каждый гордо несет табличку с названием своей республики или города. Чечню на соревнованиях представляет сборная. Это семь воспитанников школы спортивной гимнастики Акбарс. Для ребят это первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Впереди три соревновательных дня, ну а пока слова приветствия и напутствия от организаторов. Наш турнир приурочен к празднику Всероссийской Гимнастики. Поэтому я с удовольствием, с огромным наслаждением поздравляю всех с праздником. Хочу пожелать ребятам вам успехов и побед. Сами объективного судейства, зрителям удовольствия. Вертикальный шпагат, упражнения на брусьях, спортивные манипуляции на кольцах и не только. Хоть ребятам не впервой выполнять такие упражнения, но волнения присутствуют. За право стать лучшими борются сразу 200 спортсменов. Разыгрываются призовые места в личных и командных зачетах. За три дня копилка наград спортсменов из Чеченской Республики пополнилась. Это сразу шесть призовых мест. Одно золото, серебро и четыре бронза. На пятистале почета Амир Адаев. Он и принес своей команде золото. Я не волновался, но я подошел к наряду и просто сделал, чем у меня учили. Я буду работать дальше и буду еще стараться. Ахмад, сила! Оценивали выступления строгие судьи и представители Федерации спортивной гимнастики. Несмотря на сложное выполнение спортивных элементов и высокую конкуренцию с подготовленной программой, ребята справились на отлично, но всегда есть над чем поработать. Это очень серьезная заявка, я считаю, нас отметили. Поэтому будем работать. Чеченская Республика о себе заявила. Нас теперь знают, нас теперь слышат. Поэтому наша задача сейчас не останавливаться, а наоборот двигаться только вперед. Хочу поблагодарить главу Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он всегда поддерживает нас. И благодаря этому дети ездят, выезжают на соревнования и побеждают. Приглашение принять участие в турнире «Юный гимнаст» школа впервые получила от Министерства спорта России. С ребятами работают тренеры всероссийских и международных соревнований. И это дает свои результаты. Я считаю, это хорошее начало, положено. Просто есть ошибки, над которыми будем сейчас работать, готовиться к следующему старту. Дай бог покажем более высокий результат. Впереди у ребят подготовка к новым соревнованиям, а значит и новым победам. Именно в школе спортивной гимнастики закладывают основные базы для тех, кто хочет заниматься спортом профессионально. В Чечне последние годы гимнастика набирает обороты. Открываются новые комплексы и залы, оснащенные самыми современными тренажерами. Есть секции художественной и даже лечебной гимнастики. И на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Занимайтесь спортом, берегите себя. Адекерешу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова